всем привет друзья с вами варчик в этом видео поговорим с вами про объект 416 кому он вообще интересен кто про него помнит в рандоме их этих танков практически нет но замечательный друг лёха заказала 3 отметки на этом танке я за один стрим взял 3 отметки на нём поэтому я вам расскажу все что я думаю про этот замечательный танчик но в начале перед этим напомню вам что стримы проходят на сайте трава ссылка в описании на мой канал также подписывайтесь на группу вконтакте там выкладываются точно так же как и на ю тубе видео причем это не репост и это именно загружается туда видео так же как и на youtube и они оттуда никуда не пропадут а вот если youtube закроется то желательно заранее подписаться на мои другие каналы и так переходим теперь к объекту 416 сравнивать его я буду с гвардейцем это наиболее похожий танк в игре он тоже советский тоже средний танк тоже 8 уровня заднее расположение башни очень схожий геймплей более похожего танка в принципе не придумать их даже если рядом поставить то в принципе силуэт одинаковый но гвардеец появился у нас в патче 0 9 19 1 11 июля 2017 года объект 416 появился в патче 088 10 сентября 2013 года разница у них в четыре года то есть гвардеец на четыре года моложе а замечательному объекту 416 уже практически девять лет точнее в патче 09 19 один гвардеец попал на супер тест для тестирования в игру добавили его в патче 09 20 что в принципе тоже 2017 года но также в патче 112 гвардейца апнули ему улучшили стабилизацию во время движения на девять процентов и во время поворота корпуса ускорили перезарядку на одну секунду и мощность двигателя увеличили на 50 то есть мало того что гвардеец на четыре года моложе так его еще и обновили но при этом при всем если не затрагивать эти параметры с дпмом со стабилизацией и мощностью двигателя а посмотреть на все остальные параметры такие как пробитие основным снарядом у гвардейца 212 а вот у объекта всего лишь 201 при этом при всем альфа 390 и снаряд стоит 840 серебра голдой пробития конечно 248 под калибром снаряд стоит 4400 да конечно гораздо хуже чем у объекта 416 но прикол в том что в объекта 416 альфа 320 и основной снаряд бэбэшка с пробитием 201 он стоит 1230 серебра альфа 320 с ценой 1200 и альфа 390 на прем танке с ценой 800 это вообще какой-то нонсенс голда стоит 4800 пробить аккумулем 330 у объекта 416 до пробить аккумулем жесткая но и цена еще больше за альфу 320 в принципе голде претензий быть не может но вот к пробитию бэбэшкой и к цене вопросы есть почему так мало пробитие почему так много в цене я вам скажу так играя на чиф тени на full голде ты не намного больше тратишь серебра чем играя на объекте 416 не всегда стреляя лдой объект 416 это черная дыра для вашего серебра он жрет непомерно много он такой маленький и такой прожорливый это просто жесть это самый безумный такой скрытый минус когда играешь на этом танке и это очень неприятно что серебро просто улетает очень сильно ну и по другим параметрам у меня есть вопросы к объекту 416 при том что гвардейца апнули за те пять лет сколько гвардей от существует в игре его умудрились еще и апнуть так он и в остальных параметрах лучше чем объект 416 у него 6 градусов воины у объекта 416 33 градуса орудия не опускается абсолютно нигде разница в два раза на нем абсолютно неприятно неудобно играть также еще вопросы к стабилизации которую гвардейцу апнули объекту нет стабилизация отвратительная когда останавливаешься в бою чтобы в кого-то стрельнуть сведение начинается с большого круга и она очень долго вроде бы написано 206 на полностью оборудованном танке с хорошим экипажем вроде бы написано 2 секунды но но с такого большого круга начинается что кажется что сводятся там все три стабилизации вопросы как по мне у танка плюсов ну дай бог три пробития голдой маскировка и дпм до дпм 3000 сделать на этом танке легко нормальный экипаж доп паек досылатель все 3000 и это без фиолетового или розового оборудования просто на обычном у гвардейца конечно дпм поменьше но тут и альфа 390 играть от альфы намного легче да и много карт в игре где ким перед и геймплей снайпера ты не реализуешь и от альфы на таких картах играть в тысячу раз проще так еще прикол в том что точность у объекта 416 ужасно и если взять пустой танк то у объекта 416 точность получится там что-то 037 написано на вот вики но у меня в ангаре почему-то было 035 на полностью оборудованном получилось 032 это если использовать и док паек и хороший экипаж и улучшенный прицел получается 032 но прикол в том что на гвардейцы на пустом танке точность 03 и с него гораздо легче стрелять и после а по двигателю он реально нормально ездит то есть то что у объекта 416 классный дпм он нивелируется тем что орудие реально корявая точности не хватает это в 2013 году точность 032 035 это была шикарная точность в 2022 году точность 032 с такси без стабилизации это хрень полная еще три градуса у вены так еще и и в таком плюсе замечательным как маскировка на самом деле гвардеец выигрывает поскольку у гвардейца в движении маскировка 26 и 7 а у объекта 416 24 и 5 но тут 2447 но я округлил то есть в движении маскировка лучше гвардейца а вот стоя на месте до у гвардейца 34 с половиной а у объекта 38 с половиной это что там что там хорошо но во время движения у гвардейца лучше и как по мне это важнее с такой маскировкой когда ты стоишь за кустом что на гвардейце что на объекте 416 тебя не заметят а вот во время движения хорошая маскировка всегда дает плюсы вот у нас получается что у гвардеец нужные параметры гораздо лучше это увен и это пробитие бэбэшкой это альфа это маскировка во время движения это новая апнута динамика на нем в разы легче приятнее удобнее играть видно что танк подходит намного больше под игру а что же наш объект 416 он появился 2013 году еще в каком-то патче его перевели вожди и это все изменения за 9 лет которые с ним сделали этот танк просто 9 лет присутствует в игре его в рандоме уже хрен найдешь никто на нем не играет все про него забыли а раньше у него была типа фишка маскировка снайперский танчик пушка дпм пробития голдой да и бэбэшкой в принципе хватало а сейчас как-то ну я считаю маловато и 3 градуса в но почему так сильно не напрягали но сейчас на этих картах где куча мусора кочек и всего чего угодно но не ровной поверхности с тремя градусами делать нечего с хреновой стабилизации и тремя градусами нечего делать просто в игре вообще и такие дорогие снаряды что просто это черная дыра для серебра а всего-то за 9 лет можно было сделать бэбэшку дешевле пробития чуть чуть больше и улучшить стабилизацию может быть немножко добавить точности и хотя бы еще один радусу венов а лучше 2 танк вообще никакущий у него планка на три отметки 2 300 ниже него только такие замечательные танки которые даже называть не хочется по типу охо французский amx там этот тяж и твп вту и еще пару ведер вот это соревнование уродцев там внизу жесткое соревнование у кого ниже планка на три отметки видно что объект 416 просто забытый танк о нем никто даже не помнит ни игроки не разработчики никто он просто есть в игре а на мой взгляд у него уникальный интересный геймплей как для среднего танка но мало того что он забыт устарел танк слабый так еще он очень дискомфортный и дорогой но на его замену по приходили там шведский допустим стэшки и чтобы люди наверное качали новые танчики лучше туда направить свое внимание а про этот танчик забыть зачем делать игру сбалансированной и интересной в общем на мой взгляд танк требует apple по увн по цене бб снаряда по стабилизации точности а так это ненужное забытое ведро которое 9 лет просто присутствует в игре сам был арчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем пока субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...